Встреча с Б-200 Сразу после определения фронта работ самолет-амфибия приступил к тушению лесных возгораний. Забор воды осуществляется в озере Чагатай. Емкость баков воздушного судна для хранения и сброса воды – 12 тысяч литров. Как отмечают представители регионального министерства лесного хозяйства и природопользования, обстановка находится под контролем. Наши работники корректируют работу самолета, где именно, на какой очаг сбрасывать воду. В территории Трангты действует 6 лесных пожаров. Работники лесного хозяйства, добровольные пожарные дружины, привлеченные работники других регионов. Активно работаем, обрабатываем пожары. Сразу после информации о работе самолета-амфибии в социальных сетях народ республики не скрывает свою радость и поддержку. Летчикам отдельная благодарность за их нелегкий труд. Это рискованное дело, но они молодцы. «Хочется плакать от радости. Мы в безопасности. Спасибо большое всем за проделанную работу. Но не расслабляемся. Еще предстоит много работы». В целом борьба с огнем велась в сложных погодных условиях. Сильная жара и сухость благоприятно влияли на распространение огня. Осадки, которые прошли с воскресенья по понедельник, сильного эффекта не дали. И поэтому было задействовано воздушное судно такого типа, которое будет выполнять поставленные задачи до тех пор, пока ситуация с пожарами не нормализуется. В Тубе продолжает действовать режим ЧС из-за лесных пожаров. За прошедшие сутки общими силами и средствами удалось ликвидировать 7 очагов и локализовать еще 3. Местами по республике прошли осадки. Сейчас идет обследование территорий. После тщательного мониторинга обновим данные. Пока действующими считаются еще 27 очагов на общей территории почти 6400 гектаров. Стоит отметить, что на борьбу с огнем встал весь народ республики. Кто-то тушит пожар, а кто-то помогает им, привозя ГУМ-помощь. Как отмечает администрация Тандынского района, на горячую линию ежедневно поступают сотни звонков от неравнодушных жителей Тувы о готовности помочь огнеборцам, добровольцам и волонтерам.